Екклесиаста, глава четвертая Их, обоих, тот, кто еще не существовал, Кто не видал злых дел, Какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд И всякий успех в делах Производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, И съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, Нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, Ни сына, ни брата нет у него, А всем трудам его нет конца, И глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь И лишаю душу мою благо? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, Потому что у них есть доброе вознаграждение, В труде их. Ибо если один упадет, То другой поднимет товарища своего. Но горе одному, Когда упадет, а другого нет, Который поднял бы его. Также если лежат двое, То тепло им, А одному как согреться. И если станет преодолевать кого-либо одного, То двое устоят против него. И нитка втрое скрученная Не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, Нежели старый, но неразумный царь, Который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, Хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, Которые ходят под солнцем, С этим другим юношей, Который займет вместо того. Не было числа всему народу, Который был пред ним, Хотя позднейше не порадуется им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, Когда идешь в дом Божий, И будь готов больше к слушанию, Нежели к жертвоприношению, Ибо они не думают, Что худо делают. Субтитры сделал DimaTorzok